В эфире телеканал ННТ новости Дагестана. В студии Факира Рамазанова. Здравствуйте! И в начале короткий анонс. Шквалистый ветер и повышенные осадки. Из-за ухудшения погодных условий на некоторых участках дорог Республики ограничено движение. Не травите детей. С таким призывом к торговцам, продающим запрещенные вещества, обратился министр по делам молодежи. Протянем руку помощи. Служба новостей ННТ начинает постоянную рубрику о нуждающихся в помощи больных детях. Сюжет о 9-летней Камиле смотрите в выпуске. Еще один чемпион России. Борец-классик Динаслан Баматов выиграл золото в весе до 60 кг. Об итогах соревнований, прошедших в Башкирии, расскажем в спортивном блоке. Движение на автомагистралях Республики временно ограничено. Такое решение принято в связи с ухудшением погоды в регионе. Шквалистый ветер и повышенные осадки создают аварийно-опасную ситуацию на дорогах. Ограничено движение тяжеловесного, крупногабаритного и грузового транспорта, а также машин, передвигающихся на летней резине по участку федеральной автомобильной дороги Кавказ. От торгового дома Киргу до поворота в поселке Толги. Объезд организован через территорию Махачкалы. Об этом сообщает ГИБДД Республики. Нет наркотикам и другим запрещенным веществам. Группа активистов Минмолодежи провела рейд по торговым точкам Махачкалы, где продают распространенный среди несовершеннолетних жевательный табак. Профильный министр обратился к родителям с просьбой внимательно относиться к детям, а предпринимателей призвал прекратить стравить подростков. Во-первых, СЮЗ запрещен. Во-вторых, употребление в больших дозах приводит к летальным исходам. И это очень едкая вещь, которая вызывает привыкание, содержит большое количество никотина и является химическим вообще продуктом. Поэтому большая просьба предпринимателей одуматься, те, кто сегодня продают, перестать продавать и травить нашу молодежь. В новостях ННТ начинает выходить рубрика «Протянем руку помощи». Каждую неделю мы будем рассказывать зрителям историю о тяжелобольных детях, кому очень нужна ваша поддержка. Чтобы помочь, достаточно будет перевести любую посильную сумму, перейдя по QR-коду на ваших экранах или сделать это через мобильное приложение фонда «Инсан». Сегодня вместе с фондом мы собираем средства на лечение 9-летней Камилы. Подробности в сюжете Ларианы Шамхалаевой. Я рисую кошечек. Вот это я кисточку рисую. И затем усы рисую и хвост. Я когда вырисую, стану художник. Ни дня без ручек и карандашей. Потребность рисовать усатых и хвостатых возникла у Камилы не просто так. Именно эти животные успокаивают девочку. По словам мамы, возможно, с ними она себя где-то сравнивает. Кошки, с одной стороны, так же милы, как и она сама, но могут поцарапать или укусить. То же самое делает и Камила в период приступов, вызванных ее серьезным диагнозом. Девочка родилась, до 8 месяцев было все нормально. Но потом годы два мы начали за ней замечать. К 2,5, где-то 3 в саду, там уже наблюдали за ней, что она начала много кусаться агрессивно. К 4 годам уже в Москве, когда мы повезли ее уже смотреть, там поставили ей диагноз «аутизм». На первый взгляд Камила кажется обычной. Но расстройство аутистического спектра – диагноз, требующий обучения в специальной коррекционной школе и постоянную вовлеченность мамы в учебный процесс. За луной нырять в болото. Нырять в болото. Мама, я люблю. Целую. Альбина вынуждена находиться постоянно рядом с дочерью и не может выйти на работу. Однако, по ее словам, врачи дают неплохие прогнозы. Только вот сначала необходимо поехать на обследование в московскую спецклинику. Но стоимость услуг в клинике составляет 302 900 рублей. Сумма для неработающей женщины неподъемная. Я мама-одиночка, воспитывая одного ребенка. С мужем я не живу. Вот нам поставили большую сумму, чтобы мы поехали. Но у меня нет возможностей поехать на реабилитацию, так как там большая сумма. Иногда Альбине помогает присмотреть за Камилой тетя Марисат Гарунова. Признается, что души не чает в девочке. Но ей, как женщине в годах, уже сложно справляться с неожиданными приступами малышки. Иногда на то, чтобы успокоить Камилу, уходит более получаса. Милая девочка, очень гуманная девочка, любит животных. Но иногда бывает, что у нее сразу вырабатывается такой характер, что она становится спильчивой, агрессивной. Этот момент. Поэтому этот момент должен быстро взять ее в руки и успокаивать. И надо сразу к ней психически подойти и успокаивать ее. Как педагог, как тетя, как соседка. Вот так я к ней обращаюсь, ее начинаю ласкать. У меня на глазах наворачиваются слезы, когда вижу ее в таком положении. Дорогие мои зрители, я к вам обращаюсь. Это девочка, которая любит свою маму, которая любит нас, которая любит всех окружающих. Я хочу, чтобы она среди нас выросла здоровой, любви к животным, любви к людям. Но это у нее не получается, если ее не вылечить. Я к вам очень обращаюсь, мои родные. Помочь Камиле может и каждый из нас. Ведь у нее есть все шансы стать такой же, как и ее ровесницы. Для этого достаточно перевести любую желаемую сумму, перейдя по QR-коду, который вы видите на своем экране. Протянем руку помощи, не будем равнодушны. Ларьяна Шимхалаева, Нурмагомед Магомедов, Новости, ННТ, Махачкала. Более 30 инвалидов трудоустроены в рамках республиканской программы «Содействие занятости населения». Министр труда и социального развития Дагестана Мурат Казиев ознакомился с условиями работы граждан с ОВЗ на одном из дагестанских предприятий. Тейса Казимова из Каспийска и Зарема Джедалаева из поселка Хушет почти два года искали подходящую работу среди имеющихся вакансий. Специалисты Центра занятости помогли им трудоустроиться в швейную мастерскую. Вам работа нормально? Да. Не тяжело работать? Нет, нормально. Пормально? Столько сделала, столько и делала. Основным направлением нашего производства – это пошив униформы для кафе, для ресторанов, автозаправки, гостиничные комплексы. На сегодняшний день мы трудоустроили семь особенных категорий людей, у которых работа получается. Это для нас тоже опыт. Им эта работа очень нравится, и мы очень довольны этими рабочими. Мурат Казиев, в свою очередь, напомнил, что работодателям, принимающих на работу граждан, имеющих инвалидность, Минтруд помогает финансово. В Республике Дагестан осуществляется программа содействия занятости населения, в которой выделяются деньги, более 76 тысяч рублей, на оборудование специальных рабочих мест для инвалидов. Для того, чтобы реализовать эту программу, у нас выделены деньги и в 2022 году, и в 2023. Я думаю, что это очень хорошая программа, очень нужная, полезная. Наша задача – привлекать людей с ограниченными возможностями к участию в этой программе, работать с работодателями. Этим занимается Центр занятости населения городов и районов Республики Дагестан. 500 детей на утренней молитве, викторина с подарками и вкусные угощения. Все это для молодых ребят организовали в Центральной мечети Кизелюрта. Ребята были так впечатлены красотой утреннего ритуала, что не собираются оставлять эту практику. А все началось с публикации фотографий в соцсетях, где коллективную молитву посетило всего несколько десятков детишек. Добрую акцию подхватили дети в разных населенных пунктах. Мне понравилось сюда ходить, на утренний намаз продолжать, буду ходить сюда. Призы тоже хорошие. Мне понравился конкурс, ощущения. Ну, я рад, получил грамоту и часы. Все хорошо, все понравилось, маршала. Такой большой праздник сделали для этого. 40 дней ходили все. И шел, все будет продолжаться. Все четко, все на уровне. Спасибо за конкурс. И к новостям спорта. Борец-классик Динаслан Баматов стал чемпионом России. Итоги соревнований подвели в Уфе. В столице Башкирии выходец из Буйнакска выиграл золото в весе до 60 килограмм. В финале он одолел соперника из Крыма Эмина Сефершаева. В 8 секундах от звания трехкратного чемпиона России был лидер сборной Дагестана Милат Алирзаев. В упорной схватке в категории до 87 килограмм махачкалинец уступил Александру Комарову из Санкт-Петербурга. В этом же весе у нашей сборной еще одна медаль. Обладателем бронзовой награды стал Магомед Муртазалиев. Шарабуддин Атаев будет боксировать за золото турнира на призы короля Марокко Мухаммеда VI. В полуфинале весовой категории до 86 килограмм дагестанский боксер одолел бразильца Рамона Батагелю. Поединок продлился три раунда. По итогам судьи единогласно признали нашего спортсмена победителем. В финале Атаев встретится с представителем Азербайджана Лореном Берто Альфонсо. На этом я с вами прощаюсь. Смотрите выпуски новостей также на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.Дзен. Добрых вам новостей и до скорой встречи!